Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях Ольга Георгиевна Шайпак. Краевед, педагог, писатель, журналист. Автор нескольких книг-прозы. Ольга Шайпак сегодня продолжит свой рассказ о путешествии в Забайкалье и в Белоруссию по местам, описанным в ее романе «Тарбогатай». Вот сделаю маленькое отступление. Я очень стеснялась своей фамилии в детстве. Легко, быстро вышла, когда замуж поменяла с радостью фамилию на такую вот польскую фамилию, белорусскую. А почему стеснялась своей девичьей? Потому что сразу же, как только я называла где-то ее, мне сочувственно говорили. О, это семейская истарбогатая. Семейскими старобрядцев назвали, потому что они с семьями переселялись, но и они сохранили вот эти очень крепкие семейные традиции. Трудно было выживать, поэтому, ну, я не знаю еще, найти какие слова, как объяснить. Вот приоритеты вот эти семейские, все для семьи. День и ночь трудишься, детей ты вовлекаешь с раннего детства к этому труду. Все должно быть абсолютно идеально чистое в доме. Два раза в год на Рождество и на Пасху, а то и три раза, третий раз перед успением. Все полностью белилось в доме. Если хватало средств, то это раскрашивалось, как только появились краски, это все раскрашивалось. Но раньше это была резьба, уникальная резьба по дереву, ворота, в общем-то, ну, конечно же, наличники тоже. И яркая, красивая, и печки с петухами, павлинами, с райскими птицами, и ворота. Все это привлекает внимание, очень яркое и в то же время радостное, радостное. Несмотря на то, что они трудились по 14 часов, и молитвенное стояние длилось тоже часами, даже уже когда не было возможности причащаться, не было епископов своих и священных даров, поэтому молились дома, на коленях, утром обязательно на коленях, утренние часовые молитвы. Это утреннее правило обязательно с кофизмами, с канонами, также и вечернее чтение, и полуношница, молились очень много. И при этом на лице улыбка, радость и пение. Вот пение сопровождало везде. Вот почему я сейчас заговорила о ягодном, представьте, вот что эти традиции сохранялись до нынешнего времени, до 20 века. И я, когда еще росла, ну, в школе училась, мои тетушки, моя бабушка приезжали к нам в город Тулан-Удэ, а наш район авиационного завода такой был населен тоже элитой, инженерной элитой России. Это лучшие выпускники посылались на завод поднимать военные самолеты, вертолеты. И я, конечно же, стеснялась, что они приезжали в наряде 17 века. Это и рубаха, и сарафан, и запон, так называемый запон, это фартук, пояс, а пояса оттуда из ветки, 18 века, ткачество. Янтарные бусы несколько рядов, это тоже оттуда из ветки. Они считали это очень важно, они не просто хранили янтарь, как воспоминания о том времени, а это был оберег, это было лекарство, это солнце, то есть они солнце привезли с собой. И я не понимала этого. Но они сохранили еще очень важное, о чем нельзя забывать сегодня – знаменное пение. Недаром в 2001 году нематериальная культура тропогатайских семейских была признана шедевром нематериального наследия ЮНЕСКО. То есть эта культура находится под охраной ЮНЕСКО. И в первую очередь древнее, с 15-16 века пение, которое не изменилось. И это особое такое пение, чтобы было понятно, о чем идет речь, объясню. Ведь службы по древнему чину, они длились, церковные службы, не как сейчас 2-3 часа, а от 4 до 8 часов. И я никогда не могла понять, как можно выстоять на ногах, на службе столько времени. И мне один музыкант объяснил, когда я еще писала роман, Владислав Васильевич Корчев мне сказал, так это же особое состояние души, и оно возможно только благодаря знаменному пению. И не каждый мог, не каждый был способен. Это, собственно, такие ангельские молитвы. Во многом они зависят от вдохновения, от этого молитвенного состояния, от причастности к Богу, когда ты должен быть в таком состоянии, не на земле, а на небесах, чтобы так петь. И этим пением весь народ, весь приход в храме поднимался на небесах. Это мы сейчас на службе думаем, ой, а что-то у меня там в кастрюле сегодня пригорело, или еще что-нибудь, да? Все время ловишь себя на мысли, что ты отвлекся от службы, отвлекся. А тогда это невозможно было отвлечься. Это было абсолютно другое состояние. Человек находился на небесах. Ну, сейчас молитвенное пение редко услышишь, хотя можно найти в интернете и послушать, но сохранилось бытовое знаменное пение. И вот моя младшая сестра, она ходит, много лет занималась, она от мамы эти навыки приобрела, потому что научиться очень сложно. Это надо с детства впитать с молоком матери. А моя тетушка Васа, папина сестра младшая, она прекрасно пела. И все пели. Скакал казак через доли, и ну через маджурские края. Скакал он садикам зелю, иным колецобли стало на руки. Все пели. Они пели день и ночь. Они ехали, как вот мы на съемках в Большом Куналее разговаривали с одной жительницей. Она всю жизнь пела в хоре. И вот это знаменное пение сохраняет до сих пор. Ей 83 года. Она прекрасно поет. Ее отец был тоже, ну, таким уникальным певчим. Он даже руководил таким семейским хором. До войны, после войны хор существовал. И в 47-м году они выступали в Большом Кремлевском дворце. Они пели в Кремле и в 50-е, и в 60-е годы. Их всегда туда приглашали, потому что музыканты вообще всего мира обращали всегда внимание на это уникальное пение. Бытовые песни очень длинные, очень сложные. И это такое сложное голосовое тоже пение. Но для этого нужно иметь абсолютный слух. И вот только теперь я поняла, почему же и у деда был абсолютный слух. Он тратил деньги, тогда было очень дорого. В 20-е, 30-е годы приобрел граммофон и покупал шаляпина, слушал выдающихся исполнителей. У него были эти толстые, тяжелые эти пластинки. И сам прекрасно пел. И у отца моего был абсолютный слух. И, к счастью, у сына, и у моих всех двоюродных сестер тоже оказался такой великолепный слух. И они эти традиции сохраняют и сегодня. Ну и, конечно же, после вот этого посещения Щучьего озера, волшебного, моего любимого, Щучьего озера, мы отправились со съемочной группой в Турбагатай. Это уникальная земля. Это надо видеть. И раньше-то у меня было чувство, когда я приезжала в Ягодное и окуналась вот в эту древность, мне казалось, что я попала в какой-то странный заповедный мир из современного вот в этот 17 век. Но эта древность сохраняется и в Турбагатай. Она современная. Конечно же, люди сейчас не ходят по улицам в этих нарядах, но они поют. Они все поют, они все выступают. Они пользуются такой популярностью. К ним со всего мира едут туристы посмотреть на это чудесное место. Оно и в природном отношении очень необычное. Дорога из Улан-Удэфтар-Багатай – это дорога, которая идет по правому берегу Селинги. Она прямо идет по берегу Селинги. После Турбагатая она заворачивает к западу, дальше Чита. Это как раз дорога декабристов. Почему декабристы и хорошо знали Турбагатай и оставили воспоминания Турбагатая. Сама природа – свидетельство какой-то древней земли. Но это тоже связано, конечно, с предгориями Байкала. Вот эти хребты, пещеры. Когда пришла советская власть и местные священники, сохранявшие вот это древнее православие в Знаменной церкви, в частности, был такой Амбросий, правильно, Амбросий его звали, Федотов, который с братьями поставил Знаменную церковь, кроме этого еще были диноверческие храмы, он вынужден был скрываться, и в первую очередь он хотел сохранить древние книги и прятал их в пещерах. Вот одна из этих книг сохранилась в Национальной библиотеке, мы ее увидели, отсняли. А дом, вернее, Знаменскую церковь сохранил нынешний старобряческий священник, отец Сергий, который не только служит в храме и сохраняет вот этот древний обряд церковный, но он еще оказался таким необычным, очень уникальным коллекционером, на записи, он сказал, что когда он приехал в Тарбагатай, он еще не был тогда священником, и увидел, как уходит старина, это 70-е годы, он испугался, что это все может исчезнуть, и стал собирать. И вот таким образом он открыл там этнографический старобряческий музей, который едут посмотреть со всей России, из других стран, потому что это иконы 16-17 веков, это предметы быта, которые исчезли давно, ну и монеты, конечно, которые были привезены, и плуг, который был привезен оттуда запада. И вот сейчас я открою тайну все-таки, благодаря чему они смогли, семейски смогли поднять земледелие там. Ну, в первую очередь, конечно, это труд. Наверное, что бы ни случилось, я вот много раз задавала себе вопрос, почему Господь попустил церковную реформу, если мы говорим, и сегодня уже и наша патриархия признает, наш покойный Царствие Небесное, ему патриарх Алексий II много говорил об уникальности вот этой старой веры и о необходимости сохранить древнее православие и книги, и некоторые обряды. Но все это, конечно, было очень-очень важно, но Господь попустил реформу, наверное, для того, чтобы мы не расслаблялись, мы всегда вот через борьбу, через трудности. Если бы те же семейские приехали на все готовы и не было бы тех трудностей, вполне возможно может быть и не было такого результата, который они получили, потому что выживать сначала в землянках и затем вдруг вот возделать эти каменные россыпи, но они привезли с собой современную агротехнику, они привезли с собой семена, которых не было в Сибири, и вот благодаря своему упорству, трудам, долгим трудам и благодаря своему вот этому чудному совершенно восприятию мира, радостному восприятию мира, они не смотрели на себя как на жертвы, они не жаловались на жизнь, они умели радоваться жизни, и вот это все наверное помогло преодолеть эти трудности. Конечно же Байкал, Байкал это особое место, и когда мы поехали потом на Байкал, я по дороге немножечко волновалась, как мои коллеги воспримут озеро, потому что в мире есть ну тысячи других прекрасных мест, прекрасных, красивых, живописных, которые может быть даже и лучше, чем Байкал, но это какое-то особое такое, ну я бы даже сказала мистическое место, где есть ощущение, что это глаза земли, даже множество озер вокруг Байкала, это тоже наталкивает на мысль, что место это особой силы, особая сила земли, вот я называю для себя Байкал глазами земли, если сидишь на берегу, на камнях, смотришь на воду, ощущение такое, что ты в каком-то другом мире, в каком-то другом измерении, ты не совсем на земле, ты между землей и небом, и что-то тебе открывается такое важное, интересное, и ты понимаешь, что ты с одной стороны песчинка, а с другой стороны ты по воле Господа пришел сюда с определенным, с определенной целью у Бога свои мысли по поводу каждого из нас, поэтому это место раздумий, и я была счастлива, что в конце концов мои спутники почувствовали то же самое, и когда мы уезжали, а мы объехали очень, мы очень много километров проехали по восточному берегу Байкала, до самого Баргузинского заповедника, до национального парка, и хотелось еще, еще, еще побыть с Байкалом, и когда уже было понятно, я уговаривала, надо ехать, скоро стемнеет, хотя мы выехали очень рано, 4 часа, но скоро стемнеет, надо назад, и водитель очень волновался, хотя он всегда шел навстречу нашим прихотям, но мы уезжали с сокрушенным сердцем, неужели мы прощаемся, так всегда было, когда в детстве, юности и более поздний период я приезжала на Байкал, мне казалось, что я теряю что-то самое-самое важное, самое-самое главное, но прощание все-таки было впереди, и вскоре мы из Улан-Удэ на самолете вернулись в Москву, и нам предстояло посетить ветку, о которой я уже коротко сказала. Конечно же, очень поразило это место, мало что осталось от того периода, потому что после того, как Екатерина II вывезла основную часть торобрядцев, скрылось очень мало человек, но они оставались, они жили в этих местах, но именно благодаря им был создан вот этот музей Ветковский, он единственный в мире, это уникальнейший музей, и если кто-то сможет попасть в Белоруссию, то я рекомендую обязательно посетить Гомель, во-первых, сам Гомель, это очень интересный город, это красивейший парк национальный, который входит в десятку лучших парков России, а там уже совсем недалеко от Гомеля, 26 километров сама ветка, и нужно посетить и посмотреть это искусство. Это особенные иконы, это особенная утварь, это особенная атмосфера, но и, конечно же, сам директор музея, Петр Михайлович Цалко, он поразил нас своей любовью вот к этой теме, к старообрячеству, к людям, потому что ему посчастливилось, как он говорит, участвовать в экспедициях и встречаться с людьми, которые хранили, представьте себе, вот эти книги 16 века, первые книги, и он вспоминал с такой радостью, с такой любовью женщину, говорит, представляете, вот конец 20 века, мы приезжаем в деревню, а там у окошечка сидит женщина и читает книгу, одну из самых первых книг Ивана Федорова, Евангелие Ивана Федорова. Это же тоже какая-то сказка, это какое-то волшебство. И когда они стали уговаривать ее продать эту книгу для музея, она, конечно, испугалась, и она говорит, это не продается, ведь не я для этой книги, эта книга не для меня, а она ведь сама по себе это сокровище, не имеющее цены. И все-таки они ее убедили, и она попросила только дать им похожую книгу для того, чтобы она могла на церковном, на древнерусском языке, на церковном славянском языке точнее читать подобную книгу, но более позднего издания. И вот завершая эту историю, я хочу сказать о сегодняшнем дне. О сегодняшнем дне. Почему эта история мне показалась так важна сегодня? Так важна. Все может произойти, в жизни. И война, и революция, и лишение дома, и лишение детей. Моя бабушка сохранила, сохранила и своих сыновей, один папа остался мой, и погибли все детья, мужья моих теток на войне. Но они продолжали, они умели пронести вот эту любовь к отечеству. и любовь к отечеству, она всегда была важнее всего остального. И вот то, что я узнала в этот раз, о чем не догадывалась и не знала, оно потрясло меня еще больше. У них был обычай, он сложился там уже, в Тарбогатае. Когда рождался ребенок, это всегда была радость, это всегда было счастье, хотя детей рожали по 20 детей и умели выращивать, и дети не умирали от болезни, потому что был здоровый образ жизни. Труд, радость, песня, молитва, отсутствие алкоголя, отсутствие курева, даже чай было запрещено пить. И когда рождался ребенок, послед закапывался в подполе, это была родина, послед родина, которая должна была привязать ребенку к матери, к дому, к семье, и самое святое, семья, оно возводилось, как самое главное стремление быть вместе, продолжать род во что бы то ни стало, чтобы дети, внуки помнили, где их родина, я уезжала со щучьего озера, и я понимала, что моя родина, родина моего отца там, ее нужно сохранить, ее нужно передать, и я счастлива, что вот этот роман соединил всех моих родственников, и я нашла много-много Чебонинах, которые сейчас на связи, и которые поняли, что жить надо ради своего отечества, ради своего рода, ради своей родины. Дорогие друзья, мы благодарим Ольгу Георгиевну Шипак за участие в нашей программе. В декабрьском номере журнала «Симбирск» читайте путевые заметки Ольги Шипак «Дорогами любви». Дорогие друзья, вам желаем самого доброго. До новых встреч! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова